Спасибо организаторам и поздравляю всех с созданием СССР, 100-летним юбилеем. Уважаемые товарищи, создание СССР, государства нового типа, стало крупнейшим событием мировой истории. Ну, я постараюсь не повторяться. В 1922 году на территории бывшей Российской империи шести республиками, среди которых была и Армянская СССР, с самого начала существовало тесное сотрудничество, основанное на общности исторической судьбы. Объединению способствовала также общность целей, поставленные правительствами этих республик, построенные социализм на территории, находящейся в капиталистическом окружении. 30 декабря 1922 года на 1-го всесоюзном съезде были подписаны Декларации об образовании СССР и Союзный договор. В Декларации были определены основные принципы объединения, равноправия, объединения, равноправия и добровольного объединения, право свободного выхода из СССР и право вступления в него других и советских социалистических республик. В составе СССР армянский народ сохранил свое существование, возразился, развил и обогадил свою многовековую культуру и науку, превратил некогда провинциальную отсталую аграрную окраину Российской империи в современную индустриальную страну с многоотраслевой экономикой. Советская Армения пережила беспрецедентный подъем в своем развитии. С выше 100 наименований продукции, в том числе высокотехнологичной, поставляла республика не только по всей уголке Советского Союза, но и в десятки стран мира. Республика был создан высокий научный потенциал. Многие достижения армянских ученых принесли им мировую славу. Разработали десятки научно-исследовательских институтов в области математики, физики, астрономии, химии, биологии. Применялись в самых рядовых отраслях и широко внедрялись в экономику не только Армении, но и всего Советского Союза. В годы Великой Отечественной войны 600 тысяч сынов и дочерей Армении, плечом к плечу с другими братскими народами Советского Союза, сражались за свободу и независимость своей родины, своей единой великой родиной. И 300 тысяч из них сложили свои головы на полях сражения. Каждый житель Советской Армении имел возможность бесплатно получить высшее образование бесплатно. Те, стояли широко развита система бесплатного медицинского обслуживания, санаторгово-курортного лечения. Людям предоставлялись бесплатные квартиры. В стране не было безработных, не было никаких бомжей, нищих и бездомных людей. Можно смело заявить, что эти годы стали золотым веком в пятитысячной истории армянского народа, но, к сожалению, есть первые и третьи республики, а второй республики как в небо. Нету, так сразу там прыгнули эти 70 лет, как и не было. После объединения независимости в Армении, как и в других бывших советских республиках, сложилась буржуазно-олигархическая система, которая разграбила созданные за 70 лет советской власти трудом всего народа и принадлежащие народу богатство, сконцентрировала собственность и власть в руках узкого круга людей, что привело к возникновению и углублению клановости не только в экономике, но также и в законодательной и исполнительной власти. По сути, в нашей стране, по сути, грабеж собственного народа стал государственной политикой. На политическую арену вышли люди, политические деятели, которые с легкостью манипулировали целым народом, внушая ему, что огромное советское государство дышало и жило исключительно за счет деятельности армян, ученых, военно-начальников, врачей и так далее. До сих пор очень многое сегодня тоже продолжается таким образом, к сожалению. И остальные должны все это за нас делать. Мы ничего не должны делать. Экономика Армении, оказавшаяся в глубоком кризисе, сразу после разрушения единого советского государства и социально-экономической системы, в течение последних 30 лет со всей остротой ощущали жесткие последствия глобальных финансово-экономических кризисов, пораженных в результате империалической политики США и их союзников. Вот уже три десятилетия бездействуют промышленность, предприятия и научные центры, которые составляли гордость Советской Армении. Постепенно развиваются моральные, национальные и культурные ценности народа, безработица и бедность, трудности в поиске работы по специальности, ограниченная доступность качественного медицинского обслуживания и образования, крайняя поляризация общества, постановые растущие цены на продукты питания и коммунальные услуги. Такие показатели характеризуют сегодня страну. Значительная часть населения, не имея работы, эмигрировала из республики в страны СНГ и западной большинства в своем России. Пришедшая к власти в мае 2018 года политическая сила во главе премьер-министра Пашиняна не только оказалась не готова к выполнению данной ему в период так называемой бархатной революции, по-нашему это переворот, никакая не революция, обещание о создании благоприятных условий для инвестиций в промышленность, сельское хозяйство, науку и образование, но и в последствии проводимые его безответственные, бездарные политики, вергла осенью 2020 года страну и народ в войну в условиях реальных серьезных угроз безопасности страны и народа. Когда азербайджанские войска под предлогом демаркации границ заняли уже и часть суверенной территории Армении, к сожалению, уже 147 квадратных километров они вошли уже в суверенную территорию Армении. И рост цен практически на все продукты и товары первые необходимо значительно уменьшают реальные доходы населения. Севские жители, ставшиеся пограничными территориями после этого поражения, когда многие говорили, в том числе мы, что если они в Арцахе, то это все не закончится. И у нас граница будет не 60 километров, а 160-170 уже, которые это сегодняшняя уже реальность. Правительство набирает все больше международных кредитов, которые потом нам и нашим детям уже надо будет отдавать, которые ложатся тяжелыми премиями на плечи наших будущих поколений. Недавно, например, министр представлял в национальном собрании проект бюджета, и что экономика переживает бум, но не сказал насчет чего. Это очень скоро закончится этот бум. Это связано с тем, с началом специальной военной операции России на Украине против фашизма и нацизма, который мы поддерживаем эту операцию. Конечно, прекрасно понимая, это не только специальная военная операция, это уже как бы для России великая общественная война, и Россия руками Украине, вот эта палацетарная Украина воюет с коллективным западом. В настоящее время политическая ситуация в Армении, края обострена. Мифнов стали очевидцами, как Соединенные Штаты и Европа вмешиваются во внутренние дела. Другие страны провозглашают себя защитниками демократии мира. Но по нашему убеждению, это самый демократичный, это был советский строй. Повсюду разрушены и смерть на то, что уже где давно они были, они там за собой, мы все прекрасно понимаем, что они оставили после себя. И в конце вот я бы хотел еще раз всех поздравить и сказать, что коммунисты Армении всегда выступали решительно против попыток США и Запада вновь используются армянский народ. К сожалению, история продолжается то же самое, что происходило в 1921-1921 годах, то же самое сейчас происходит. К сожалению, к сожалению, все идет к тому, что мы только отдаем, потому что неправильную политику мы ведем, и антироссийская сейчас пропаганда идет. И все, они говорят, что Россия виновата, виновата и российским миротворцем. Мы прекрасно понимаем, что Россия в это трудное положение, в которое он сейчас находится, там война на Украине. И хотят остальные этим воспользоваться, то есть Запад, чтобы отсюда, из нашего региона, вытворить Россию, ослабить, и, если можно, потом, через несколько времен, и еще там германские базы, чтобы уже отсюда вывели. Коммунисты Армении всегда мы это все осознавали, мы боролись с этим, мы будем бороться. И еще, вот, мы всегда с коммунистическими, сепаратскими партиями, то есть и все остальные пророссийские силы, которые существуют у нас в стране, вот, нам надо еще это тесно сотрудничать, потому что вызовы очень большие, и каждый днем это будет нарастать. И при том, для никого не секрет, что антироссийские все силы Армении подняли голову, и не только голову, и там, искажения, там, ситуации, информации, все, они действуют, но, к сожалению, у нас мало чего получается, и я желаю, что в новом году мы все вместе более тесно боролись с этим, и мы всегда были за союзное государство, мы еще в 97-м году набрали больше миллиона голосов, чтобы соединиться с Союзом Белоруссии и Россией. То же самое, мы понимаем, сейчас уже будет трудно, но все равно мы готовы все вместе в этом направлении работать, потому что мы думаем, что спасение Армении этого. Если не будет России, Армении не будет. А без Армении России еще более будет трудно, ну, в нашем регионе. Это показала история. Еще раз поздравляю всех в связи с столетиям в создании СССР и желаю всем хорошего. Спасибо за внимание. С наступающим Новым годом и Рождеством Святого. Спасибо за внимание.